Добрый вечер, эфиры нашей новости. В студии работает Тарас Брезицкий. О главных событиях этого дня поговорим прямо сейчас. Смотрите в выпуске. Крыму ко дню победы приведут в порядок памятники. Личная ответственность за их содержание ляжет на чиновников. У кого есть совесть, они найдут возможность сами приложить усилия на субботник хотя бы выйти. Я понимаю, потому что в мраморной плитке не хватит денег в данном случае. Но извините, чтобы убрать, вырвать траву, подмести возле памяти. Верховный суд Крыма рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Олега Зубкова по изменению меры пресечения. Как это было, кадры из зала суда. Я рад, что Верховный суд внимательно разобрался в апелляционных жалобах моих защитников и принял правильное решение. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить миллиард рублей для обманутых дольщиков Крыма. Это отдельное устное поручение, которое не вошло в документы, опубликованные на сайте Кремля. По словам вице-премьера республики Евгения Кабанова, в Крыму насчитывается порядка 40 проблемных многоэтажек. Из-за них пострадало около полутора тысяч человек. Сейчас крымские власти и правоохранительные органы пытаются решить этот вопрос и привлечь злоумышленников к ответственности. Жулики там частично наказаны, но окончательно еще по ним приговоры, то есть, ну, я имею в виду, что уголовные дела все не завершены, но люди нуждаются в поддержке. В первом квартале этот вопрос будет решен. Я его проговорил испурирующим вице-премьером Маратовичем Курснулиным, поэтому уверен, что мы этот вопрос уже по республике Крым закроем. Крымские власти начали готовиться к празднованию юбилейного 75-го дня победы в Великой Отечественной войне. К торжественной дате в республике приведут в порядок все памятники, а также возьмут за правило содержать их в хорошем состоянии круглый год. Такое решение принял глава Крыма Сергей Аксенов. О чем еще говорили в республиканском руководстве во время заседания Совета министров в следующем сюжете. 2020 – необычный год в России. Он посвящен победе в Великой Отечественной войне. Не даром, ведь уже 9 мая вся страна будет отмечать 75-летие Великой Даты. К этому времени нужно как следует подготовиться, как минимум привести в порядок памятники. Сейчас многие из них в плачевном состоянии. Об этом глава Крыма заявил на заседании Совета министров. У кого есть совесть, они найдут возможность сами предложить усилия на субботник хотя бы выйти. Я понимаю, там уже мраморные плитки, то есть не хватит там денег в данном случае. Но извините, чтобы убрать, вырвать траву, подмести возле памятника. Если надо подкрасить, принести, у всех возможности есть. У кого нет, я прошу, позвоните мне, хочу посмотреть, у кого такой нет возможности. Банку краски я каждому району подарю. В год памяти и славы нужно сохранять не только материальные напоминания, но и саму историю. Бороться с фальсификацией и переписыванием былого. Впрочем, в Совмине говорили и о насущных проблемах и достижениях. Одно из них – развитие медицинской сферы. На уровне республиканских, а также городских клиник и больниц все хорошо. До 2022 года в Крыму модернизируют 57 учреждений за 24,5 миллиарда рублей. Проблемы с первичным звеном. Решать их будут с помощью модульных ФАПов и амбулаторий. Мы уже понимаем, какие будут ФАПы, какие амбулатории. Вчера буквально утром проводили совещание. Есть моменты, о которых я потом отдельно доложу. Но с 18 февраля уже начинают заезжать готовые конструкции. Не менее важный вопрос – подготовка к очередному курортному сезону. Теперь в Крым можно попасть всеми видами транспорта, а значит и поток может увеличиться больше прежнего. Уровень комфорта для отдыхающих должен быть на высоте, так что уже к началу лета все пляжи должны быть расчищены, проверены, а также укомплектованы информационными стендами и спасателями. Опоздание по срокам может стать поводом для серьезного наказания. Внесли изменения в правила благоустройства территорий, которые в этом сезоне позволяют в том числе накладывать штрафы на пользователей пляжей за несвоевременную подготовку пляжа к сезону в рамках 117 ЗРК. Однако в городах Евпатории, Терше и Судак необходимые изменения на данный момент не внесены. Даны обещания со стороны главы администрации, что до 1 марта внесены они будут. Не менее важна и сама по себе транспортная инфраструктура, как пассажирская, так и грузовая. Крым нашел инвесторов, которые готовы построить в Красногвардейском районе оптово-логистический центр. Через него в республику будут поставляться продукты. Новый объект сможет повлиять на цены. Об этом говорил и президент России Владимир Путин. Не менее значимы и планы на строительство аэроэкспресса до аэропорта Симферополь. Тут-то в принципе нам около 12-13 километров надо от аэропорта Симферополь врезаться до железнодорожной ветки действующей. Это будет аэроэкспресс, однозначно, чтобы он до Симферополя, аэропорт Симферополя до Севастополя, там 45-50 минут максимум. Примечательно, что реализация подобных проектов в Крыму больше не должна затягиваться. Президент развязал руки Сергея Аксенова, позволив ему своей подписью подписывать контракты с подрядчиками в обход 44-го федерального закона, который требует проведения тендера. Это должно обеспечить не только скорость, но и качество, ведь сейчас ФЗ обязывает нанимать исполнителя с наименьшей ценой. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Информация, попавшая в поле зрения крымских СМИ накануне о задержании директора Симферопольского МУПа Гортранссервис Владимира Смирнова подтвердилась. Сегодня ее прокомментировали в правоохранительных органах. Руководитель предприятия был арестован по подозрению в хищении бюджетных средств в крупном размере. Также задержан бригадир отдела парковок и сервисного обслуживания. Отметим, муниципальное агонитарное предприятие отвечает за платные парковки в крымской столице. По данным правоохранительных органов, факт хищения денег был выявлен в конце прошлого месяца управлением экономической безопасности и противодействия коррупции. Руководители предприятия и его подчиненные, находясь на территории парковки, получали от симферопольцев и гостей крымской столицы деньги за пользование стоянкой. Но в кассу и на расчетный счет МУПа их не вносили, присваивая таким образом деньги себе. По данным полиции, бюджет Симферополя недополучал денежную сумму в крупном размере. Точные цифры пока не называются. Установлено, что злоумышленники на территории автомобильной парковки, действуя умышленно с целью незаконного обогащения, получали от граждан денежные средства за услуги парковки. Однако в кассу и на расчетный счет указанные средства не вносили, присваивая их таким образом. В МВД также проверили информацию о том, что к хищениям средств причастен бывший руководитель гор-транссервиса Станислав Грецкий. Эта же информация была озвучена и сегодня в Совете Министров Республики. Вчера телеграм-канал в отношении одного из помощников моих, грецкого Станислава, там выдавал информацию, по которой сегодня МВД, вот мне с утра прислали, то есть пресс-релиз, разместило, что данная информация в отношении конкретно грецкого не соответствует действительности, размещенной телеграм-канале. А МУП, если там сотрудники кто-то воровал, пожалуйста, пусть со всеми разбираются, выясняют. Но вчера точно никого не задерживали. На прошлой неделе были какие-то следственные действия, если не ошибаюсь, там понедельник-вторый, прошлой неделе, по городу Симферополь. Поэтому пусть следствие разбирается. Ко всем единый подход, неприкасаемых у нас нет. Напомним, в конце прошлого месяца наша съемочная группа рассказывала, как на день платные парковки Симферополя стали бесплатными. Со стоянок пропали парковщики и были подняты шлагбаумы. В администрации города эту ситуацию объяснили технической неисправностью аппаратов контрольной кассовой техники. Сегодня парковщики на рабочих местах исправно выполняют свои обязанности. Однако поделиться на камеру о том, как работают парковки крымской столицы и какая информация отображается на выданных горожанам чеках на камеру, сотрудники в специальной униформе отказались. Все данные нам предложили посмотреть на стендах. Отметим, что МУП Гортранссервис отвечает за 17 платных парковок в крымской столице. Ситуацию с арестом директора предприятия в администрации города пока никак не комментируют. Никита Егоров, Мария Моссор, Артур Хороший, Служба новостей и ТВ. Следственный комитет предъявил обвинение директору МУПа Бахчисарайское торгово-производственное предприятие за получение денег и присвоение чужого имущества. Экс-руководитель попался 27 января за взятку в 150 тысяч рублей. В следкоме выяснили, что в мае 2018 года директор Бахчисарайского МУПа потребовал от главного бухгалтера предприятия найти человека для его фиктивного трудоустройства для начисления зарплаты по трудовому договору, что она и сделала. В результате, в период с июня 2018 по июль прошлого года экс-руководитель присвоил свыше 280 тысяч рублей. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под стражей. Верховный суд Крыма завершил рассмотрение апелляционной жалобы на арест владельца парка Львов-Тайган Олега Зубкова. Поддержать предпринимателя к зданию суда пришли больше сотни человек. Какая мера пресечения была избрана и чем завершило заседание? Судебное заседание Верховного суда Крыма длилось больше пяти часов. После долгих прений прокурор и потерпевшая сторона выступили за смягчение меры пресечения в отношении владельца Тайгана Олега Зубкова. На этом решении настаивала и сторона защиты. Согласно решению Фемиды, предпринимателю заменили меру пресечения на ограничение определенных действий. Олегу Зубкову нельзя выходить на улицу с 22 часов вечера до 6 утра. Кроме того, суд обязал владельца Тайгана являться на каждое заседание. После оглашения приговора Олег Зубков был освобожден из-под стражи в зале суда. Следующее слушание по делу пройдет 17 февраля. Решение Верховного суда Республики Крым считаю справедливым и возвращающим ситуацию вокруг меня и моих парков в конструктивное русло. Решение Белогорского суда считаю по-прежнему провокацией, направленной против главы Республики Крым, против правительства Российской Федерации. Мотивы его мне до сих пор непонятны. Мы продолжаем выпуск «Не пропустите» во втором блоке. Владимир Константинов посетил 7-ю городскую клиническую больницу, чтобы проверить качество реализуемого проекта здравоохранения на полуострове. Часто, где-то, в общем, не туда, где все хорошо, а туда, где все плохо. Где-то, где не открытые, где папы, где нет папы вообще, и они находятся в ужасном состоянии. Крыму коронавирус не страшен. Реально заболеть ОРВИ эпидпорог уже превышен. Касаемо ОРВИ и гриппа, сейчас ситуация такова, что эпидпорог превышен на 29,4%. Задержанный 29-летний гражданин Украины следовал в Севастополь. В его личных вещах обнаружили шприцы с жидким веществом светло-желтого цвета. Молодой человек признался, что препарат он употребляет для повышения спортивных результатов. О том, что он включен в список сильнодействующих ядовитых веществ, а также запрещен к перевозке, не знал. Аналогичная ситуация произошла и с жителем САК. В его багаже выявили пять ампул гормональных медикаментов. Правоохранительные органы уже возбудили уголовные дела в отношении контрабандистов по факту незаконной перевозки веществ. Вечером в понедельник в Симферополе на перекрестке улиц Субхи и Севастопольской столкнулись иномарка и автомобиль противопожарной охраны. Водитель легковушки погиб. По информации полицейских, спецавтомобиль спешил на вызов со включенными проблесковыми маячками и сигналом. Он двигался по Севастопольской в сторону улицы Козлова. Водителю пожарной машины пришлось выехать на полосу встречного движения, где он и столкнулся с иномаркой. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Hyundai получила травмы, несовместимые с жизнью, а пассажир легкового автомобиля телесное повреждение и была госпитализирована. В настоящее время сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Нехватка медицинского персонала, плачевное состояние клиник, отсутствие капитального ремонта и высококлассной техники. С этими проблемами крымские власти пытаются бороться на протяжении долгих лет. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов посетил 7-ю городскую клиническую больницу, чтобы проверить качество реализуемого проекта здравоохранения в 2019 году. Кроме этого, обсудили план реализации программ, обозначенных президентом России в послании Федеральному собранию. Подробнее о том, какие реформы в области медицины подготовили власти, расскажет Анна Беляева. Старое медицинское оборудование, полуразрушенные фельдшерско-акушерские пункты и дефицит квалифицированных медицинских кадров. Эти основные проблемы крымским властям предстоит решить в ближайшее время. Региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения должны быть запущены уже летом и включать в себя масштабный ремонт и переоборудование районных больниц, поликлиник, станции скорой помощи. Из федерального бюджета на эти цели полуострову выделят более 4 миллиардов рублей. Великий город медицины в нашей Крымской, вы должны, так сказать, говорить, когда мы движемся, куда мы движемся. Мы же пришли сюда, нам показывают оборудование, мы ох и махаем, но до конца же мы не понимаем, куда мы движемся. То есть, как это все. Нас избиратели часто тыкают, ну, что не туда, где все хорошо, туда, где все плохо. Где, так сказать, неоткрытые фапы, где нет фапов вообще, или они находятся в ужасном состоянии. Мы посещали только за последние два месяца такое количество, что проехали всего 6 территорий, и такое количество нас смотрели, что можно себе представить, в каком состоянии оно все, так сказать, находится. Такое примитивное оборудование. 2020 год для крымских медиков станет действительно ударным. Им необходимо реализовать весь спектр задач в сфере здравоохранения, озвученных Владимиром Путиным в послании и федеральному собранию. В этом году 20 детских поликлиник получат новое оборудование. Современной медтехникой оснастят и региональный сосудистый центр. А живые очереди в больницах переведут в электронный формат записи. Министерство здравоохранения совместно с правительством Республики Крым разработало мероприятие по совершенствованию материально-технической базы здравоохранения 2022 года с объемом финансирования по 8 миллиардов ежегодно. В этом году 8 миллиардов 0,50 миллионов. В общей сумме 24 миллиарда 0,50 миллионов. Который включает в себя 1800 мероприятий. В 2020 году министерство планирует направить данные средства на 48 учреждений, находящихся в линии министерства власти 4-х муниципальных образований Республики Крым. Основными направлениями, на которые будут направлены данные денежные средства в 2020 году, будут прежде всего поручения главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксеновича, на которых будет израсходовано более миллиарда рублей. Капитальные ремонты в рамках разработанных проектно-сменных документаций, имеющие положительное заключение экспертизы на общую сумму 416 миллионов рублей. За три года в крымской медицине планируется провести ряд реформ. В частности, наладить работу 130 ФАПов по поручению главы Крыма, оборудовать больницы Алушты, Джанкоя, Красноперекопска и другие медучреждения полуострова с современным оборудованием. Кроме этого, крымские медики в этом году планируют усердно бороться со снижением роста заболеваемости онкологическими и сердечно-сосудистыми недугами. Анна Беляева, Артур Хороший, Служба новостей и ТВ. Пока во всем мире скупают медицинские маски из-за страха заболеть коронавирусом, в Крыму таких случаев зарегистрировано не было. Роспотребнадзор мониторит ситуацию ежедневно. Однако сейчас есть реальные шансы заразиться банальным ОРВИ. На полуострове превышен эпидемиологический порог. Подробности у Яны Витренюк. Переменчивая крымская зимняя погода зачастую приводит к росту заболеваемости ОРВИ. Первые симптомы повышения температуры – слабость, насморк, боль в горле. По словам врачей, больше всего подвержены риску заболеть те люди, у которых снижен иммунитет – дети и пожилые граждане. Тяжело протекает острое респираторное заболевание именно у таких групп населения. То есть это маленькие детки дошкольного возраста, и особенно опасно это для деток до трех лет. Это старшие поколения, пожилые люди, у которых в силу их возраста все-таки уже накапливается определенные изменения в организме. И люди, страдающие хроническими заболеваниями, особенно заболеваниями сердечно-сосудистой системы и бронхолегочной системы. А чтобы все-таки не провести рабочие будни в кровати с градусником, необходимо избегать мест массового скопления людей. Чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисепсиком, употреблять больше фруктов и овощей. Уже заболевшим рекомендуется не покидать свою квартиру в общественных местах носить медицинскую маску. Еще раз повторю, большое количество жидкости. Но если нужно бороться с повышением температуры, особенно если высокая температура, конечно, нужно принимать жаропонижающие препараты, но и по назначению врача противовирусные. Потому что в любом варианте медикаментозное лечение должно быть согласовано с доктором. Потому что все лекарства имеют, безусловно, побочные эффекты, поэтому каждый человек должен об этом помнить. Тем не менее, Роспотребнадзор отмечает увеличение эпидемического порога почти на 30%. Однако это сезонное явление, уверяют эксперты. Повода для волнения нет. Касаемо рвы и гриппа, сейчас ситуация такова, что эпид-порог превышен на 29,4%. Из которых в основном болеют дети до 14 лет, они в принципе ежегодно у нас это регистрируются, что дети болеют чаще, чем взрослые. И в процентном соотношении где-то 70,4% это приходится на долю детского населения. На ежедневной повестке у Роспотребнадзора ситуация с коронавирусом. Во всех городах республики проходят профилактические и противоэпидемические мероприятия в отношении нового вируса. Проводятся работы с медперсоналом. Все прибывшие из Китая проходят обследование. На данный момент ни одного заболевшего нет. Яна Витальевна, Артур Тобряков, Служба новостей и ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Тарас Брезинский. Желаю вам приятного вечера и всего самого хорошего. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин